ВИВАТ ИСТОРИЯ Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В конце выпуска мы с новым разыграем книгу от издательства Витанова. Хорошую исторического содержания книгу. Ну а сейчас я объявляю, что темой сегодняшней программы у нас будет «Висло-Одерская наступательная операция». Да, Саша, абсолютно верно. Мы сегодня поговорим о завершающем, одном из завершающих этапов Великой Отечественной войны. Это боевые действия «Наш путь в Берлин» зимой 1945 года. Давайте я начну нашу передачу с документа. Единственное скажу, что к январю месяцу 1945 года мы стояли около Варшавы. В районе Вислы было два плацдарма. Сандомирский, наверное, самый известный. Второй Баранов, по-моему, как это называлось. Да, это всё мы захватили во время операции «Багратион». Но силы наступления у нас больше не было в конце срывчёртого года, поэтому мы готовились перегруппировать наши силы и после этого успешно начать продолжить наступление. Где-то в конце января-начале февраля. Но ситуация изменилась. Итак, документ номер 383. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину. На Западе идут очень тяжёлые бои. И в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете, по вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Изенхару очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важных решениях. Далее. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте в районе Мислы или где-то в другом месте, в течение января, или и в любые другие моменты, о которых вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я считаю дело срочным. 6 января 1945 года. Ну что, Саша, мы можем сказать из этого документа? Это просьба, это вопль о помощи. Что же произошло? Прорыв фронта в районе Орден. Немцы решили сбросить союзников после дня Д, после высадки в Нормандию, обратно в море. И как раз вот в стыке Бельгии и Франции они успешно начали наступать. И начали наступать так, что Черчилль начал пресечь о помощи, кричать. Об этом как бы они не любят вспоминать. Но вот такое письмо. То есть они просят, чтобы мы где-то начали наступление. Они знали прекрасно, что мы должны наступать где-то в конце января, начале февраля, но очень им было сложно и тревожно. И 7 января, на следующий день, Сталин ответил Черчиллю. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь погодой, открыть широкое наступательное действие против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам. Итак, дорогие друзья, в Вислоудерской наступательной операции мы вышли в наступление, не будучи подготовленными. Да, мы не рассчитывали на это наступление в зимнее время, но союзники попросили, поэтому мы вынуждены были ее начать более ранее. Итак, Сталин отдает приказ помочь союзникам при помощи наступления. Уничтожить по этому наступлению Вислоудерской наступательной операции предстояло группу армии А. С 26 января она стала называться Висла. Почему именно Висла? Гитер назвал подразделения не по текущему району боевых действий, а по линии, которые они должны в будущем завоевать. То есть начать наступление и выйти, сбросить нас в другую сторону Рига. А вот, да, Висла-то, конечно же, была практически потеряна. Итак, еще раз. Красная армия заняла позицию на Висле еще на исходе летнего наступления. Захватил несколько плацдармов. И мы наращивали там наши войска, увеличивали плацдармы для наступления, но готовились только через две недели. Нашим советским войскам на территории Польши противостояла немецкая группа армии А, которая защищала берлинское направление. В нее входили 9-я и 4-я танковые армии. Это громадное количество танков. Также 17-я армия. Еще имелось 30 дивизий, две бригады. В общем, около более полумиллиона солдат и офицеров. Более 5000 орудий, 1220 танков. Мы против этой группировки выставили 1-й и 2-й белорусский фронты и 1-й Украинский фронт. Немецким войсками руководил сначала генерал-полковник Иозеф Гарпе, а затем Шорнорд, который успешно воевал с нами в группе армии Север и держал... Ну, курлянский котел мы так и не смогли уничтожить до конца войны. Немцы там сдались только 10 мая. Вот. Немцы подготовили между Вислин и Одером 7 оборонительных рубежей. Притом не просто рубежей, а эшелонированных по 300-500 километров. Первый вислинский оборонный рубеж состоял из 4 полос глубиной до 70 километров. Наиболее сильно была укреплена первая главная полоса. Особенные участки, которые находились на линии соприкосновения сторон около Пулавского, Магнужского и Сандомирских плацдармов. Ну, понятно, что если мы будем наступать, будем наступать с плацдармов. Главная полоса включала 3-4 позиции, на каждой из которых оборудовалась от одной до трёх линий сплошных траншей полного профиля. На танкоопасных направлениях между первой и второй позицией имелись противотанковые рвы шириной 8 метров и глубиной 3 метра. Ну и серьёзным препятствием для наших наступлений являлась шестой оборонительный рубеж, который проходил по старой германно-польской границе. И там немцы строили оборонительные сооружения ну, сразу, ну, в течение 20 лет. Это Померанский, Мезеритский и Глагау-Бреславский укреплённые районы. Также немецкая оборона опиралась на новую тактическую идею, Саша. Быстрый уход от машин... Когда началась наша террористская подготовка, помнишь, Саша, мы говорили про порыв блокады, да? Немцы сразу уходили на вторую позицию основной линии обороны после артподготовки ну, по пустому месту. Атакующие советские войска должны были застрять перед этой линией обороны. Особенно тщательно была укреплена Варшава, которую немцы считали ключом к воротам Берлина. Прорвавшие впереди танки немцы планировали уничтожать контрударами своих танков с глубины. Однако, Саша, новая тактика не стала секретом для советского командования. Противоядием стало использоваться так называемого особого эшелона, выделенных для первой атаки усиленных батальонов пехоты. После короткой артподготовки пехота атаковала передовые позиции и выявляли отход врага назад. А потом происходила уже настоящая артподготовка по второй линии обороны. Ну, два варианта. На случай, если мы удержали первую линию обороны и в случае, если мы так и не смогли захватить первые позиции. Всего в составе наших фронтов было 16 армий, 134 дивизии. Это около 2,5 миллионов человек. То есть, нас было в 4 раза больше. Вот, 36 тысяч орудий, 7 тысяч танков и так далее, и тому подобное. Но, дорогие друзья, понятно, что это должно было привести к успеху. Другой вопрос, какими средствами, сколько мы должны были угробить наших солдат, с одной стороны, с другой стороны, немцы оборонялись. А когда наступаешь, всегда надо иметь больше. Я напомню, что Бертрана Монгомери, генерала и фельдмаршала британского, называли 1-3. Потому что никогда Монтий никогда не наступал, если у него не было трикратного перевеса над немцами. Немцы, конечно, понимали, что готовятся. Тревожных сигналов было предостаточно. А вот, 9 января 1945 года Верховное Командование Вермахта ОКВ в секретном донесении сообщало Гитлеру. Вновь поступает донесение о том, что на основании различных показаний в поведении противника о усилении радиообмена тыловое обеспечение активизировалось в переброске авиационных и потягивания танковых частей, в самое ближайшее время следует рассчитывать на начало больших наступательных операций с плацдармов Баранов и Варка. Баранов в Сан-Навильске Плацдам Саша протянулся на глубину до 50 километров западнее Висло но это где-то на юго-востоке Польши ближе к Силезии и поэтому действительно все считали что наступление будет там. Итак, давайте еще раз о том, что происходило в день первого дня наступления а именно 12 января. Как видите 5 января Черчилль нам написал 6-го Сталин ответил и у нас 6 дней для подготовки наступления. Внимание вермахта и нацистского руководства конечно было в первую очередь сконцентрировано на двух направлениях в Орденах где немцы наступали а второй битвой за Будапешт поэтому немцы левели и думали что мы будем наступать в районе Будапешта а там просто не рискнем потому что слишком много немцев. Саш, есть в Польше центральное село Мокре во время Польско-Народной Республики такая тоже была Польша там был возникнут памятник с цитатой а цитата там вот такая отсюда 12 января 45-го года в 4 часа утра войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева ураганным огнем перешло в зимнее наступление результатом которого стало освобождение Польши нацизм побежден слава непобедимой советской армии я не знаю находится в селе Мокре этот памятник или нет но так или иначе именно отсюда барану Сандомирского плацдарма именно от села Мокре мы начали Висло-Одрскую наступательную операцию перед арт-подготовкой по всей линии наступления на немецкие позиции через громкоговорители началась трансляция гимна Советского Союза что тоже было сделано впервые и так ранним утром сначала 15 минут маленькая арт-подготовка через час нормальная арт-подготовка о которой мы уже говорили мы начали наступление по фронту шириной около 40 километров до середины дня артиллерийские орудия Катюши громили не только линии обороны но также и штабы тех подразделений которые ему удалось установить например 40-й немецкой танковой армии в результате чего три четверти немецких орудий были уничтожены а четверть всех солдат были убиты или ранены и в атаку пошла пехота она прорывает оборону вообще первая ну у нас будет передача про маршала Конева но если говорить про Конева Конев считал что надо наступать в первую очередь пехотой и танки впускать в бой только после того как первой второй линии обороны будет захвачена для сохранения танков да и в эти бреши которые пехота делает танки врываются до этого все было другое танки помогают пехоте прорывать оборону здесь же наоборот и так Саш надо понимать что такое Первый Украинский фронт Первый Украинский фронт не просто фронт он ударный то есть там находятся три танковые армии ни у каких других фронтов столько танков никогда не было наступали эти три танковые армии не по фронту то есть ну в одном месте одна другая армия третья в третьем месте да а одна за другой это тоже было новое да то есть Первый Украинский фронт прорывался углубь 20 километров до вот всего но в следующие дни когда танки прорвали оборону наступление скорость уже пошла 50 60 километров но наверное самый известный танкист который был это конечно генерал вперед как его называли это генерал армии лирюшенко до 4 танковая армия именно они прорвали фронт и захватили ченстахова ченстахова это главный религиозный центр польши там матка боска там явление было до богоматери и так далее и тому подобное да и одна из целей была сохранить для польских католиков их святыню поэтому там было достаточно сложно немцы когда уходили они заминировали главную ценность икону святого луки а вот и поэтому скажем так мы не только воевали с немцами но параллельно еще разминировали и не давали немцам его взорвать монастырь и так далее мина была с таймером вот чтобы она взорвалась после прихода наших чтоб нас обвинили как всегда в варварстве русские но они сохранили говорят что конев перед наступлением в польше листал альбом с фотографиями кракова поэтому он ска приказал захарову спасти краков быстрой атакой окружением и так далее и тому подобное ну майор вихрь я думаю что мы помним этот фильм да и захаров как только это началось он потом коневу писал я все разминировал пошел на берлин и так 17 января советским войскам удалось прорвать оборону противника и продвинуться на 100 150 километров до в этот день была освобождена столица польша варшава ну кроме того что вот мы пытались что-то сохранить надо еще еще сказать в эти дни как раз маршал конев написал известному нашему писателю борису полевом автора повести настоящем человеке или доктор вера не знаю что он говорит а интересуетесь адом приезжайте то есть они общались да и борис полевой ну такой первый журналист или первый писатель кто прибыл в освенцем то есть первая наша первый украинский фронт еще освободили освенцем да то есть мы увидели там много чего того что даже не представляли себе что это возможно так или иначе еще чем отличалась вот чем конев отличается от жукова оба великих военачальника да но воевали они по-разному например жуков любил котлы окружить врага а потом их там уничтожить да вот конев начали тоже пытался это делать но потом пришел к другому другой идеи он специально саша оставлял немцам лазеечку чтобы они ушли почему потому что он считал что вот котел который мы организуем во первых немцы там будет более жестоко драться во вторых они будут на тех позициях которые оборудовали до этого да они там будут находиться этих дотах и прочее а когда не отступают их можно специально вывести в такое место в поле которые потом сверху накрыть артиллерией катюшами или бомбардировкой или так далее и тому подобное поэтому там не было котлов да он все время давал шанс немцам сбежать и так была освобождена катавицы ну и уходя чтобы немцы не воевали на заводах эти заводы надо было сохранить и отдать польше это же ведь еще раз это верхняя селезия это главный не имеет один из главных немецких оборонных промышленных центров тогда связи принадлежала немцам да как рур вот два мы считали что мы должны сохранить для поляков для будущих хозяев этих земель до эти самые заводы чтобы они могли нормально жить и функционировать да и конев окружил и начал штурм бреслау об этом мы еще поговорим в род слова и он успел сделать плацдарм на одаре перед тем как лед растаял то есть да он успел проскатить еще когда не было на одаре ледосплава ледохода но это наступление саша о котором мы сейчас говорим было лишь первые четырех крупных операций 13 января 45 года начал наступление третий белорусский фронт также после массированной подготовки он начал наступление ну севернее до направлении кинезберга через день 14 числа второй белорусский фронт продвинулся вперед севернее варшавы и начал движение в северном направлении с целью окружить немецкие части и соединиться с третьим белорусским фронтом заключительным этапом и апогеем всей операции стало наступление же первого белорусского фронта под командованием главного полководца сталина маршала шукова 14 января а у этого наступления были две цели а первое захватить варшаву вместе с войском поиском и третья ударная армия получила задачу самые кратчайшие сроки пробиться на запад к направлению берлин расчет немецкого командования на эту новую тактику и на сопротивление не оправдался отход на основную линию обороны из передовых траншей оказался сорван а в некоторых случаях отходившие по ходам сообщений немецкие пехотинцы оказались накрыты огнем советских орудий контрудары танков противника удалось успешно отразить самый известный такой бой саша был но самый жесточенный это танковое сражение у польского города кельце на направлении наступлений войск уже первого украинского фронта гитлер когда мы подошли к кельце написал приказ по армии три года мы били с советами армия проявила великий воинский дух настал решающий час войны мы не можем позволить русским наступать дальше потеря кельце означало бы утрату важнейшего опорного пункта на поступках восточной германии и поставила бы под угрозу окружение рядом с амдомирской нашей группировки лишившись этого крупного железнодорожного усла и центра шоссейных дорог мы дали бы красной армии свободный оперативный выход на простор левобережной польши и поставили под угрозу лодзинский промышленный район и верхнеселенский угольный бассейн приказывая группе армии ликвидировать русские плацдармы в районе баранов и магнушев адольф гитлер то есть немцы прекрасно понимали и вот это сражение было действительно самым одному самых ожесточенным сражением танковым сражением второй мировой войны в бой немцы бросали не только все новые новые части танковые но и также и новую совершенственную боевую технику здесь саша впервые советским танкистам удалось познакомиться и разгромить танковый корпус противника в котором был батальон новейших тяжелых танков королевский тигр т-6b как они называются гитлеровская пропаганда на все лады расхваливала достоинство этого танка надеюсь ну или запугать противника или поднять с каждым днем падающий боевой дух солдат танк саша действительно эффектной был очень тяжелый 68 тонн но у нас где-то 42 сейчас просто надо понимать внушительных размеров с лобовой броней 180 миллиметров это очень много но мы уже воевать к этому время то научились да и понятно что у нас не было таких танков которые могли вот противостоять один к одному ну из два может быть но это скажем так было немножко в другом месте но к этому к началу 45-го года мы в танке 34 заменили заменили пушку и она стала 85 миллиметровый то есть маневренность т-34 осталось а пушка уже могла на определенном расстоянии пробивать эти танки нет немцы могли уничтожать наши танки за полтора километра до а наш танк мог забить с километр но нас было больше и у нас была скорость а немецкий танк а у него не было маневренности в принципе у них была скорость 35 километров в час это очень мало ну и кроме т-6 до б ну то есть королевских тигров в кельце было 400 других современных танков гитлер приказал перебросить танковую дивизию сс адольф гитлер что облегчило васильевскому наступление восточной пруссии откуда эта армия вошла нам там удалось мы узнали что немецкие танки современные идут в определенном управлении устроили там засаду но немцы должны были войти в такую засаду ну скажем так так как нам удобно в них стрелять и для этого был послан провокатор так называем в кавычках да там который заставил немцев до 34 который заставил немцев вып попасть туда по-моему лейтенант оськин его командовал да и вот он спровоцировал и так далее и тому подобное его конечно могли убить но не убили и зрители немцы попали вот в эту заварушку и большое количество немецких танков было уничтожено кстати когда мы взяли чинстахов то мы взяли и железнодорожные железнодорожный вокзал и на нем стояла как раз дивизия танковая дивизия к танка тигр и королевский центр которые не успели даже разгрузиться то есть их уничтожили прямо на железнодорожных платформах а понимаете немцы теряют 30 танков а чтобы их восстановить им же нужно определенное время а время уже немцев не было поэтому кроме того что немцы теряют танки 30 до и где-то там в руре или в пара в районе праги и делают новые да но же экипаж надо подготовить пять профессионалов которые могли спокойно туда влиться а у них таких профессионалов с каждым днем становилось все меньше и меньше мы их поджигали и уничтожали до наши потери тоже в танковой части по количеству были больше но по качеству немцы теряли намного больше так или иначе немцы были остановлены и мы перешли в следующий этап наступления он длился с 19 января по 3 февраля а вот 19 января красная армия освободила краков и лоц и вступила на территорию германии в районе верхней селезии сейчас дорогие друзья эта часть польши но тогда это была граница то есть мы подошли горнице германии именно 19 января 45 года то есть время уже шло на часы как говорится до немецкой власти гитлеровской и прочее 3 февраля войска 1 украинского 1 белорусских фронтов прорвали и здесь уже последнее укрепление противника и вышли в район одера захватив пока еще небольшие плацдармы на западном берегу ну самый известный кюстринский плацдарм так называемый да дошли до одера что дальше саша как ты думаешь надо делать переправляться и идти на берлин а мы сделали по-другому мы развернулись 1 украинский фронт развернулся и пошел захватывать промышленный район селезию стыла понимаете да что немцы конечно не ожидали они поэтому сконцентрировали все в районе берлина и ослабили в тех местах и мы стыла начали захватывать их промышленные центры конев начинает наступать немцы вроде в котле до конев дает им шанс выйти а вот и 29 января селезия была освобождена и очень много промышленных предприятий было сохранено чтобы понять что такое селезия до несовременной в польше а для немцев в то время я приведу некоторые цифры и примеры да ну во первых это наверное единственный промышленный центр который сильно не пострадал от воздушных налетов союзников они основном в рурритале вот до вестфалия рейн и так далее и тому подобное декабре 44 года этот район обеспечил 60 процентов добычи всего немецкого угля до и когда шпеер министр экономики знаменитый до личный архитектор гитлера он кроме того что был экономистом нацистом и так далее и тому подобное он еще был архитектором и вот если мы говорим о нацистской архитектуре да это конечно он это вот скажем так он автор немецкого павильона на последней до войны выставки в париже где мы рабочие колхозницы поставили напротив их входа да а у них там стояли два голых мужика которые символизировали это самое товаре расовое товарищество брикман по моему еще помогал шпееру да а вот шпеер построил если будете в берлине захотите посмотреть на какие-то нацистскую архитектуру там есть район до кройсберг и там рядом бывший немецкий аэродром где находится как раз этот аэропорт немецкий построенный к олимпиаде 36 года он сохранился с орлами и так далее и тому подобное ну чтобы понять так вот шпеер был в том числе и министр экономики как только он узнал о том что сначала отрезал конев силезию он сразу заявил гитлеру 30 января докладе война проиграна а вот мы потеряли практически весь уголь и шестую часть стали который производить мы производили в январе 44 года также были потеряны три новых завода по переработке синтетического топлива которые в другом месте у них уже не было нефти поэтому не пытались хоть что-то делать при помощи химии да это все досталось польше это наступление красной армии длилось до конца февраля на центральном участке фронта и на юге советское соединение остановились лишь на одере на севере был окружен район кенигсберга восточная пруссия да фронт продвинулся до линии маринбург грауденец маринбург саша это но около гданьска передовые части первого белорусского фронта стояли в 60 километрах от берлина вот это наступление которое да скажем так мы вынуждены были начать чтобы закончить естественно немцы после этого перебрасывали уже с западного фронта свои части чтобы заткнуть и мы спасли наших союзников в ходе вислоудровской наступательной операции мы потеряли 43 тысячи человек ну как видите может быть это цинично но это не так много как это было до того как при том наступление число погибших солдат верхом это неизвестно однако установлено что было полностью разгромлено 35 немецких дивизий а еще 25 дивизий потеряли до 70 процентов личного состава и около 150 тысяч человек было взято в плен в результате операции советские войска освободили польшу и были созданы благоприятные условия для наступления на берлин немецкий генерал фридрих вильгельм фон мелентин в своем известном произведении истории второй мировой войны которая вышла в 50-е годы писал невозможно описать всего что произошло между вислом и одером в первые месяцы 45 года европа не знала ничего подобного со времен гибели римской империи и гитлер после этого отдает приоритет восточного фронту и последние месяцы войны 1675 танков новых немецкая экономика дала вермахту на западный фронт были отправлены только 67 из 1675 все остальные танки и штурмовые орудия были направлены против нашей страны на восточный фронт на одер этим мы спасли наших союзников и за заканчивая ну не передачу а висло-одерскую наследственную операцию мы ответим телеграмма черчилля который было написано 30 января 45 года маршалу сталину мы восхищаемся вашими славными победами над общим врагом и мощными силами которую выставили против него примите нашу самую горячую благодарность и поздравление по случаю исторических подвигов конец цитаты ну тогда союзники принципе понимали наш вклад в победу во время второй мировой войны а сейчас дорогие друзья мы с вами рассмотрим еще один из этапов висло-одерской наступательной операции которые у нас но не то что не освещают а как бы его не очень сильно замечают штурм бреслау сейчас этот селецкий город или немецкий город называется в родслав да и находится он в польше и так бреслау это был третий город по величине германии понятно что там не только количественно но и качественно а там было скажем так громадное количество заводов предприятий вообще-то центр всего там был оттуда фон ригофины все знаменитые эти самые летчики которые были разные там да так вот в августе чертого года когда уже стало понятно что война идет германию немецкий главнокомандующим город бреслау был переименован в крепость фестунг бреслау декабре 45 чертого года тогдашний военный командующий фестунг бреслау генерал йоханнес краузе обратился гуляйтеру нижней связи и карлу ханке с предложением эвакуировать около 200 тысяч человек в основном матерей с детьми и стариков из города бреслау потому что они могут погибнуть во время штурма но ханке не согласился он утверждал что не хочет пораженничество мужчины умеющий обращаться с оружием должны были остаться все 15-летние гитлерюгенды и 60-летние мужчины были мобилизованы в последнее формирование фольк штурма командиры грозили суровыми мерами всем не желающих выполнять приказы за трусость перед неприятием была объявлена смертная казнь комендант крепости мог созвать военный трибунал для казни только предполагаемых дезертиров а также сапотажников или шпионов точно так же как политический орган гуляйтер мог ссылаться на военное положение и проводить до эти самые экзекуции в январе 45-го года врослав посетил министр вооружений альберт шпеер как я уже сказал а 17 18 января красная армия начала наступление сначала это были бомбежки железнодорожной станции врослава а 19 января по приказу гуляйтера ханки большинство мирных жителей было вынуждено эвакуироваться в то время во врославе проживало около миллиона человек из-за отсутствия достаточного количества транспорта 20 января было принято решение эвакуации пешком при температуре минус 20 градусов около 90 тысяч человек умирал просто от голода от холода во время этого похода а также истощение и болезней те кто смогли дойти до немецких позиций они были все отправлены в дрезден где заполнили его улицы за несколько дней до начала ковровых рейдов шпилехаген предложил капитулировать чтобы спасти людей и спасти город предводить большие жертвы за это он был расстрелян бойцами фольштурма 28 января на одной из площадей недалеко от ратуши гуляйтер ханки отдал приказ его ликвидации затем те тело жертвы отвезли кодор и бросили в реку гуляйтера публично объявил тот кто боится смерти с честью умрется стыдом 3 февраля 45 года новый командующий группы армий центр шернер снял занимаемые должности больного крауза и назначил командующим обороны нового генерала ганса фон альфина и так боевые действия уже начались в городе 23 января когда красная армия установила плацдармы в районе врослава в опельне и алау и к юго-востоку от бреслау началось наступление нашей армии фактический бой за город начался 15 февраля с окружения в ходе нижней селедской операции маршалом конем немецких войск в течение двух с половиной месяцев с 13 февраля по 6 марта 45 года бреслау был осажден войсками первого украинского фронта в ходе ожесточенных боев обе стороны подожгли целые кварталы домов а бригады крепости силами подневольных рабочих и мирных жителей снесли половину квартала в районе современной грюнвальской площади что построить там аварийный аэродром с 15 февраля по 1 мая лютфафы поддерживал воздушный мост третьим рейхом за 76 дней было совершено 2000 рейсов бреслау фактически не был укреплен в военном отношении 15 февраля советские войска еще раз захватили пригороды врослава с юга и запада ну понятно что последние не войны все люди были ожесточены и мы научились уже штурмовать как мы штурмовали да где только начинается сопротивление стрельба из какого-то дома да он сразу же обстреливается из гранатометов и огнеметов а потом из артиллерии как сообщила красная звезда бой шел не только за каждый дом этаж или комнату но и вокруг каждого окна где немцы установили пулемет и другое автоматическое оружие во время уличных атак были организованы специальные подразделения ударников которым давались несколько пушек несколько танков да и вот они штурмовали дома дома вот при том надо понимать еще дом город весь горел и каждая улица мы наступали в этом огненном аду да потому что пожар был сначала в одном районе потом пеглица на другой и мы продолжаем тоже наступать немцы чтобы хоть как-то удержать чтобы дома не могли загореться да и там были линии обороны приказали всем местным жителям вынести на улицу всю мебель чтобы внутри ничего не загорелось в парках и набережных немцы развернули артиллерию на каждой рекламном столбе были плакаты призывающих помощи и борьбе все кто остался в городе приказали строить под огнем нашей армии баррикады трамваи были перевернуты и так далее тому подобное только 6 мая гарнизон блеслау поднял белый флаг мы захватили три четверти районов этого города то есть вот это вот самое жестокое сражение которое было на территории германии но даже штурм берлина он был более мягким но потому что еще раз война заканчивается ненависти было много сергей у меня вот тут несколько еще вопросов во первых почему все таки эта территория предназначалась польши и войско польской как-то помогало вообще но давайте так эта территория да действительно мы договорились что эта территория переходит полякам ну там значит и есть такое скажем термин два карандаша параллельных когда черчилль показал на границе что если мы польскую границу карандаш справа перетаскиваем на какое-то расстояние чтобы она стала западной украиной да или западной белоруссии то западную границу польши мы передвигаем столько же в сторону германии то есть немцы должны были за все заплатить другой стороны это исторические польские земли это шленск так называемый до часть польши селезия там поляков жило много и в германии тоже вот войско польская конечно помогала но она наступала в первую очередь на берлин но это было главное как направление да и поляки знали что эти территории отходят к ним и поэтому еще раз война еще продолжалась еще был штурм еще не был захватен бреслау но в начале марта бресла уже подъехало много таборов с поляками которые вот на освобожденные на освобожденные кварталы города как вспоминают там наши офицеры да они начали захватывать себе собственность то есть выгонять немцев из своих домов говорить что эта квартира принадлежит им этот дом им и так далее и тому подобное то есть это было параллельно за время битвы за бреслау погибло 170 тысяч мирных жителей столько в берлине не погибло а если мы говорим о немецких и у наших солдат которые погибли а немецких слад погибло 6200 человек а наших 13 тысяч человек ну то есть понимаете 170 тысяч местных жителей вот такое вот сражение кстати за бреслау потому что она так окончательно не было взята до медаль так не был учреждена потому что да были за штурм кенигсберга вены берлина да а вот да наверное это тоже мы заслужили такой медали тем солдатам которые захватывали этот город но так не прошло сергей ты говорил что три фронта наступали в этой операции жуков рокоссовский коник ну давайте так это белорусские фронты и первоукраинский а вот в чем была разница тактики этих трех фронтов но саша давай так я как бы понял твой вопрос а какой из этих военачальников все-таки более талантливый меньше быть и так ну есть цифры дорогие друзья они напечатанные до военно-историческом журнале о потерях всех фронтов с учета 45 года ну понятно что до этого и военачальники менялись и мы отступали а здесь как бы три фронта наступают в одном направлении имеет одно степень сопротивления все-таки мы в германию входим понимаете да имеем одну цель не только сводить польшу но подойти же к берлину да и вот есть цифры кто сколько потерял так вот первый белорусский фронт командующий георгий константин жуков за наступление 44 45 годов невозвратные потери то есть убитые миллион двести тысяч человек первый украинский конев иван степанович командующий первым украинским фронтом за наступление вот через польшу да за освобождение силезии и бреслау потерял один миллион четыреста четыре тысячи человек а второй белорусский ракосовский за это время потерял шестьсот двадцать тысяч человек разница есть определенная в два раза еще раз мы не можем их судить мы не можем их критиковать мы не можем говорить что-то там и прочее да но действительно цифры такие говорят и действительно если я разговаривал с ветеранами ветераны говорят конев все-таки был более кровавым извините если такое можно прилагательное поставить до про него да он как бы меньше жалел солдат но еще раз но когда ты ну вот наступление были такие уже объяснил как я передачу про конева еще сделала жуков тоже в общем то с его известными фразами не буду говорить какими да ну и все кто воевал рукосовского все его уважали нет жукова тоже обожали говорили да жуков все считали что он берег солдат то есть саш понимаешь можно как город взять в лоб ну вот задача взять город вражеский да его можно взять в лоб то есть потратив определенное количество людей да ну захватив его до при помощи большого количества техники артиллерии и большого количества потерь а можно саша при помощи хитрого маневра заставить врага уйти из города и город останется целом и солдаты не будут уничтожить он не будет уничтожить в общем то я не буду уничтожить он не будет уничтожить но он не будет уничтожить Продолжение следует...